Лаборант, фармацевт и фельдшер. В Люберецком филиале Московского областного медицинского колледжа номер два прошла ярмарка вакансий. Будущие выпускники пообщались с потенциальными работодателями и узнали, как в современных лабораториях берут анализы и каким оборудованием укомплектованы реанимобили скорой помощи. Через несколько недель, пока еще студентам медицинского колледжа, предстоит решить для себя один важный вопрос. Где начать карьеру медика? Анастасия Синева после окончания учебы хочет работать в реанимации. Девушка уже изучает вакансии. В первую очередь рассматривает те больницы, где проходила практику. В Люберецких медицинских больницах. Также я еще проходила практику в Воскресенской больнице. Год назад Элина Сагендикова точно так же решала, где будет работать. Во время пандемии ей и другим студентам колледжа предложили поработать фельдшерами. Девушка согласилась и не пожалела. Признается, работу на скорой теперь не променяет ни на какую другую. Как говорит мой фельдшер, зачем тебе это нужно? Это страшно, конечно, но бывают такие случаи, что после выхода из больницы просто выдыхаешь воздух и понимаешь, что ты вот в той части от тебя, что зависит жизнь человека. Это реально, это адреналин, это просто ни с чем не сравнимо. Ольга Дементьева тоже выпускница колледжа. Окончила его в 2000 году. Еще во время учебы начала работать в аптеке. Поэтому после получения диплома вопрос трудоустройства был не актуален. Мне было уже проще. Своего рода был уже карьерный рост, так скажем, с начальной позиции обычного продавца-консультанта до руководителя аптеки. В соседнем кабинете будущим лаборантам рассказывали о преимуществах работы в современных диагностических центрах, а также как правильно брать кровь из пальца. Используем мы либо правую, либо левую подушечку. И там, и там. Поэтому любой выбирайте, как вам удобно. Учащимся колледжа рассказали и об оснащении современных реанимобилей, которые есть в автопарке скорой помощи. В них все. От лейкопластырей и бинтов до кислородных баллонов и дефибрилляторов. Вызовы у нас бывают разные. И ездим мы как взрослым, как и детям. Укладки бывают реанимационные детские, реанимационные взрослые. Промывной набор, акушерский набор. В этом году из Люберецкого филиала выпускаются 115 человек. Больше половины планируют работать в государственных медицинских учреждениях. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.